Ты, я так понимаю, что вообще имеешь отношение к телевидению? Ты работал на телевидении, монтировал там и все остальное, да? Да, конечно. То есть опыт у тебя довольно высокий. Да, уже 6 лет занимаюсь, получается, съемкой и монтажом. Артурский корабль на съемочках сегодня. Плывем по Москве реке, отплывет с речного вокзала. Да, Денчик здесь, Денчик, салют. Привет всем. Я уже как-то снимался у Димы в ролике. Было весело, я посмотрел. Диму неплохо смонтировал. Мне понравилось очень. Да, я оставлю ссылку на этот ролик. Да, плывем на самом деле по Москве реке. Сегодня мы в качестве монтажеров выступаем. Будем монтировать ролики для детей, которые не хотят сниматься. Мы тут террористы захватили корабль. Террористы, да. Гранаты в руки и пошли. Вот такая у нас каюта в корабле, где мы монтируем видео. Ну а мы плывем дальше. Всем привет, скажи. Всем здорово. Он ржет и не хочет рассказывать, почему. Ну мы едем в лифте, как вы заметили. А он, Женя. Здрасте. А тем не менее, на улице снег. Ух, ёлки твою. Ух, ёлки твою наступил. Сука. Хуль ты ржешь, блядь. Ух, ёлки. Ух, ёлки. Идем куда? Семейный очаг. Идем сюда. В кафе. Нет, конечно, не на камеру. В кафе семейный очаг. Взять, там чуть покушать. Чуть-чуть. Вот. И... Ну и будем... Ну, что-нибудь возьмем поесть, короче. Идем в такое место, которое вы редко видите. Я уже согласен на лагман. Мы долго стояли, обсуждали, что брать. Ну, короче... А тут кроме лагмана нет практически ничего. Ну да, тогда лагман, да, берем. Здравствуйте. Четыре лагмана с собой сделаете. Самса, это... Да, три лепешки. Самса только говядина. Ну да, круглоговядина, да, все? Да, говядина. Ну и четыре штуки самсы. Короче, пирожок с картошкой, да? С картошкой и зеленью. Ага. Как? Как будто он третий день стоит. Мертвый пирожок. Сколько стоит? 35 рублей. Мертвый пирожок 35 рублей. Вкусненький? Угу. Ну тебе понравилось, да? Вот сколько по пятибалльной шкале дашь? Трестус. Ну, значит, это как бы не понравилось, ну, понравилось, но не дотягивает, да? До чего-то такого. Да, то, что есть свежее, а то вкуснее. А твоя оценка? Два. С плюсом. Ну, короче, не смотри. Я вообще не ел ноль. Так, это берем банку. Берем половничек. Приблизительно вот тут две столовые ложки надо насыпать. Что-то много. Не, нормально. Наливаем теплой водички. Вода 29 градусов должна быть. Да, 28-29-30 градусов. Вот так, приблизительно полбаллончика где-то. На 30 литров воды, вот полкило дрожжей. Сахар должно быть 6,5 килограмма. Можно сел. Наливаем баклажку воды сюда. Тут 6 литров. В общем, есть ничего страшного. Итого у нас сейчас пока 11 литров воды. Весь процесс брагобружения происходит в составе из сахара, воды и дрожжей. Вот три компонента основных. Итого у нас уже получилось 16 литров, правильно? Ну да, там по 5 и 6. Да. Теперь опять можно сахар сюда добавить. Что-то там он плавает. Что страшно. Мешает? Перо какое. Это все бродут будет. Ну это какая-то нитка. Ну это с мешка вон пока. Это же руки если сахарить, вот. Помыть ничего страшного. Это все чисто, стерильно, перебродут потом. Все скучно даже будет. Руки не надо тебе помыть? Не надо. Ноги мне. Вот эту струкку давай с полосненочкой. Не, ноги нежелательно. Итого у нас уже сколько? 21 литр, правильно? Да. 25 уже. 25. Это очень даже хорошо, комфортная температура для этого дела. Но в процессе брожения температура что? Поднимается. Она будет стабильно держаться. Мы еще сюда ставим паяльник. Не паяльник, а кипятильник вот у меня для аквариума есть. Он будет автоматически поддерживать температуру. А температура должна быть 30 градусов где-то. Когда-то хотел меня спросить, Серега, ты как считаешь вообще в ролике и в монтаже, какое место должен снимать по сути? Ну, одно из главных. Потому что важно, что ты снимаешь. И важно, как ты это снимаешь. А когда вот понимаешь, тот человек, который на монтаже сидит, соответственно, понимает то, о чем нужно, да, вот эту душу, душу как бы, да, вот этого всего видеоролика. И умеет передать, вот тогда заходит. Ну да, согласен. И хотел бы сказать, ребят, кому нужен монтаж, кто занимается видео, тот можете смело мне писать. Там, опять же, в ВК есть почта, есть и ссылки на мой канал. Опять же, можно работать удаленно. То есть, неважно, где ты находишься. Скинул, смонтировал. Да, вы можете жить где угодно. И в Бразилии, и в Америке. Я тоже считаю, что наша встреча вот с Димой, она была не случайная. То есть, ты нас в свое время пригласил на Юмор FM или Юмор ТВ. Первый раз. Потом второй раз уже мы там уже сами, да. Но ты, я так понимаю, что вообще имеешь отношение к телевидению. Ты работал на телевидении, монтировал там и все остальное, да? Да, конечно. То есть, опыт у тебя довольно высокий. Да, уже 6 лет занимаюсь, получается, съемкой и монтажом. Вот. Так что, если у вас будет желание, да, то пишите мне. Мы с вами пообщаемся. Че-нибудь придумаем. Да, че-нибудь придумаем. Всем здорово, я в деревне. Вот тут антенну сделал отец. Сейчас покажу. Вот такая антенна, но это для радиолюбителей. Я в этом не очень разбираюсь. Но, в общем, те, кто занимается радиолюбительством, я думаю, вы поймете, что это. Ну, либо посмотрите в интернете и все поймете, для чего эта антенна. А вон там вдалеке, если видно, стоит заброшенная церковь. Ну, как заброшенная, она действует по каким-то праздникам, да, крупным, церковным. А так, в основном, полуразрушенная. Вот они едят, постоянно едят, как не посмотришь. Уже больших скоро хрязь и головы нет. Я думаю, сейчас тоже подпасть, короче, пока есть время. Вот мы на станции Солнечная. Корабль прибыл сюда. Дети пока развлекаются. Тут есть теннисные столы, волейбольные площадки, кафе. Ну, все круто. Нет, сейчас вот смотрим на Сережу все. Смотрим на Сережу. Все это надо быстрее делать. Вот. Вот теперь вы отлично. Готовы? Ниже меню. Все, смотрим на Сережу. Пониже, пониже меню, вторая девочка, еще ниже. Чуть-чуть. Да. Вот так. А что за дрожжи нужны? Дрожжи обычные, спиртовые, вот написано. Дрожжи спиртовые, либо пекарные. Теперь мы сюда вот потихонечку нам надо добавить. Так а сколько пачек туда дрожжей? Пачка, пачки килограмм дрожжей, вес. Вот именно полпачки где-то. Ну, полкило надо, да? Полкило, я же ты сказал, на 6,5-7 килограмм сахара полкило дрожжей. А выход получается с каждого килограмма сахара, в принципе, должно быть и литр самогона. На каждый кило сахара и каждый литр самогона. То есть где-то вот с этого должно быть 6 литров самогона. Ну, это первака. Потом уже, когда ты второй раз перегоняешь, там, естественно, меньше, но крепость больше. Вот эта штучка называется электроподогреватель. Выставляешь температуру здесь, вот шкала есть, ручка регулировки. Включаешь его в розеточку. Ну, для поддержания температуры. Воду, да. И для поддержания температуры воды он постоянно поддерживает температуру. Если вода охлаждается, он включается. Вода нагревается, он включается. А он автоматически? Конечно. Тут терморелез стоит, он автоматически включается. Да, еще есть сахарометр. Вот. Это для чего? Определяет содержание сахара в браге. Сейчас мы разбали. Он показывает максимальное значение. В процессе брожения сахар перерабатывается с дрожжами. Уходит в спирт. Поэтому он меньше показывает. То есть прибор погружается. И шкала вот здесь уменьшается. А ну-ка, давай его. Когда закончен процесс, он показывает 0 градусов. Не, а сейчас. Вот сейчас. Вот у нас шкала. Вот снимай. Видишь шкала? От 0 до... Сколько тут я не вижу? 30%? 25. 25. Вот опускаем. Вот он остановился. 20, да? Да. Вот сейчас запомню. У него 20% содержания сахара. А когда он перебродит, он вот так вот утонет и будет показывать 0%. Это показывает, говорит о том, что уже процесс закончился. Есть специальная лампочка. Здесь она горит. Она говорит о том, что он работает. Вот видишь лампочка горит? Вон она. Ну, он написан. Он включен, значит. Все. Его можно ставить на определенный градус воды и он поддерживает. Да. Вот этой вот красной ручкой выставляешь. Ну, по шкале вот здесь. Вот шкала регулируется. Вот смотри. Видишь, я сейчас начну крутить. Видишь? Да, да, да. Меньше. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот. Мы поставим на 31. Сейчас он включился, будет ее подогревать до этой температуры. До заданной. Да, забрали лагман. Что-нибудь ответишь? Вроде нет. Ты вообще, блядь, здравый пацан-то не расскажи вот на камеру. Что ты такой серьезный, с юморком можешь ответить, блядь? Вообще по-разному. Здравый пацан. Вообще пошути, пошути вот что-нибудь на этот вопрос. Вот я тебе задал, да? Вот что для тебя здравый пацан? А ты, короче, максимально можешь с юмором ответить на эту тему? Здравее некуда, блядь. Энре, теперь твоя очередь. Ты что, дурак, что ли? Ну ты ответь на этот вопрос, ты глаз с юмором, чтобы очень смешно было. Ну вот, серьезно. Да и вообще не смешно, заебал. Тебе в комедий батл надо, блядь. Зеленый, кстати. Ответь юмором. Да. А хули нет, вот мой ответ. Уважаемый зритель, вот этот человек купил у Кеники после марафона 42 километров нижнее белье. Что вы ему скажете? Чтобы понюхать. И как вам ощущения? А мне? А я купил. Ты же отдал тысячу долларов за это. Как вам? Тысячу? Да. В месте, где тернулся кенизские орехи. Ну ты еще отдал, в принципе, на тысячу и пахло, блядь. В лицо зачем ее суешь? Вот так не надо, да? Ты вот так вот делаешь. Чтобы не заливало погреб, надо его укрыть так сбоку, чтобы вода туда не попадала. Постелим баннер. На баннер положим бревна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, давай сначала за бревна заложим наверх. Или сюда? Нет, надо за бревна, а сюда на сколько хватит. Ну ладно, давайте-то за бревну. Лучше бревно положить сверху и завернуть. Ну вот за балку за эту стреляли пошло. Нет, ты загнилась двойной. А что это вы тут делаете? Рекламу фитнес-центра? Да, будет приносить большие доходы на... А сам зал где? Вот это сзади, да? Вот. А, вот это зал. Разберем, поставим одну штангу и хватит. Ну да, 15 тысяч. Ну, надо 15 тысяч. В доску. Вот. Вот здесь. Так, блин. Повыше, блин. Вот. Вот. Все, поехали. О, видишь, поперла пена? О, ну ты помешал там. Да. Я помешал, поперла пена. Все. О, это хорошо. Вот такая пена. Что это, на сколько надо оставлять? Ну, процесс где-то 7 дней происходит. Сейчас мы еще... Я тебе покажу, как. Мы же крышку накладем. Трубку выведем. Там будет булькать. Да. А булькать будет 7 дней где-то. Крышка с отверстием, с трубкой, чтобы выходили газы в процессе брожения. Теперь берем, закрываем. Можно даже вот так вот. Ну, в принципе, все. Что за птицы, если кто, может, узнает, напишите. Какие-то маленькие, с хохолками, как у доды. Но мелкие очень. Вот отсюда видно антенну. 15 метров вверх. Впереди речка сосна. Ну вот, почти до речки дошли. Сейчас покажем. Сейчас к морю, да, выйдем. Тут местное море. Рыбачить, кстати, можно. Здесь рыбачил. Мелких ловил. Не нарваться бы на крокодила. Ну все, сделали экскурсию вам небольшую до речки. Сейчас идем назад. А то все-таки не май месяц. Прохлада. Редактор субтитров А.Семкин